Предположим, сейчас объявят мобилизацию. Одно дело, когда вот этих вот сельских парней, которые идут, как, извините меня, овцы на заклане, а потом... Но это строковики, мы про это говорили. Мы их видим, которые потом говорят, ой, мам, я в плену, я в Украине. Нам сказали, что мы на учения идем. Нас не предупредили, а оказалось, что мы идем на настоящую военную операцию. Нам сказали, что нас будут встречать как освободителей, а нас здесь убивают. Я помню, я много смотрел этих видео, но меня потрясло одно, где парень рыдал и говорил, типа, всю нашу роту перебили, я один живой остался. Вот эти там могут... провинциальные, малограмотные пацаны, они, может быть, там еще и пойдут на заклане. А вот столичная молодежь, которая, может быть, до недавнего времени была абсолютно аполитичной и совершенно не интересовалась ни политикой, ни Путиным, ни тем, что происходит в соседней Украине. И, может быть, даже так, слушая в полууха то, что говорится в пропагандистских передачах российских телеканалов, вот сейчас, когда до них дойдет, когда им объявят, что типа все вперед, шагом марш, военкоматы на призывные пункты, я думаю, что они на бойню не пойдут. Я думаю, что реакция, скажем, на попытку объявить мобилизацию будет саботаж призывов. И, кстати, я думаю, что вот одна из форм протеста, которую мы будем наблюдать в ближайшее время в России, это, так сказать, массовые итальянские забастовки. Люди могут бояться действительно выходить под пули национальных гвардейцев, но идти на работу и там сидеть ничего не делать, не выполнять никаких указаний, особенно если речь будет идти о каких-то невоенных организациях. Запросто. И, кстати, итальянскую забастовку могут устроить и бойцы тех подразделений, которые там где-то блукают по лесам Сумщины или Харьковщины или Черниговщины. Мы же видим, как они попадают в плен, в каком они находятся, скажем так, в морально-волевом состоянии. Мне рассказывали, что есть случаи, когда где-нибудь там в той же самой Сумской области попадают заблудившиеся вот эти вот, их там неты, да, на посты территориальной обороны. И мужики им говорят, слушайте, мы вас не убьем, давайте сливайте солярку из ваших бронетранспортеров. И, сказал бы я там, подворачивается одно такое крепкое словечко, гуляйте вон туда, вот на север, вот в том направлении, а вот, а там скажете, что...